Абубакра 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 Сообщается, что Абу Саид Аль-Худри, да будет довольный им Аллах, сказал, «Однажды пророк, саля Аллаху алейхи ва салям, обратился к людям с проповедью и сказал, «Поистине, Аллах предоставил одному из своих рабов возможность выбора между миром этим и тем, что есть у него. И этот раб выбрал то, что у Аллаха». Услышав эти слова, Абубакр, да будет довольный им Аллах, заплакал. А я сказал себе, что заставляет плакать этого старца, если Аллах предоставил кому-то из своих рабов возможность выбора между миром этим и тем, что есть у него. И раб выбрал то, что есть у Аллаха. А дело в том, что этим рабом был посланник Аллаха, саля Аллаху алейхи ва салям. И Абубакр понимал больше, чем мы. Посланник Аллаха, саля Аллаху алейхи ва салям, сказал, «О, Абубакр, не плачь». Потом добавил, «Поистине, из всех людей наибольшее количество благодеяний оказал мне Абубакр, который дружил со мной и не жалел для меня своего имущества. И если бы мне пришлось выбирать ближайшего друга из моей уммы, я выбрал бы Абубакра. Однако в моей власти только братство и любовь в исламе. Пусть в мечети не останется открытых дверей, кроме двери Абубакра». Да, Абу Саид говорит, Абубакр понимал больше, чем мы, потому что он понял, что раб, которому предоставлен выбор, это посланник Аллаха, саля Аллаху алейхи ва салям. Посмотри, как он понял, в то время как другие люди не поняли. По причине его сильной веры и просвещенного светом веры сердца, Всевышний Аллах открыл ему многое. Сообщается, что Ибрагим Аннахайи сказал, Абубакр Ас-Саддик прочитал слова Всевышнего «фрукты и травы». И было спрошено, а что такое Абба? Некоторые ответили, это то-то и то-то. И Абубакр, да будет доволен им Аллах, сказал, Это и есть такая люф, обременение себя измышлениями. Какое небо будет покрывать меня тенью, и какая земля будет меня носить, если я скажу о книге Аллаха то, чего не знаю. Сообщается, что Маймун Ибн Махран сказал, Когда к Абубакру приходил кто-либо для решения спорного вопроса, он искал решение в книге Аллаха. Если он находил в ней то, что разрешало спор, то судил по нему. А если не находил в книге Аллаха, то искал в сунне Мухаммада, салли Аллаху алейхи уа салям. Если находил, то судил по нему. А если же не находил, то созвал сподвижников и говорил им, Ко мне принесли такие-то и такие-то вопросы. Известно ли вам, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи уа салям, выносил по ним какие-либо решения? И если не было ответа, он советовался с людьми. И по причине глубокой богобоязненности, правдивости и искренности, выносимые им решения «да будет довольный им Аллах» были правильными. О, братья! Ас-Сыддых «да будет довольный им Аллах» был из числа наиболее знающих Аллаха и испытывающих страх перед Ним. Ахли сунна сошлись во мнении на том, что Абу Бакр был самым знающим в религии в умме. Это иджима, единогласное мнение, передали многие ученые. В обоих достоверных сборниках приводится со слов Абу Саида аль-Худри «да будет довольный им Аллах», что он сказал. Абу Бакр «да будет довольный им Аллах» лучше всех нас знал пророка, саля Аллаху алейхи ва салям. А причиной его опережения всех сподвижников в знаниях и достоинстве было его неразлучное нахождение рядом с пророком, саля Аллаху алейхи ва салям. Так он днем и ночью неразлучно находился рядом с ним, в пути и дома. И в отличие от других его сподвижников, часто задерживался у пророка, саля Аллаху алейхи ва салям, после ночной молитвы, обсуждая с ним дела мусульман «да будет доволен имя Аллах». Когда посланник Аллаха, саля Аллаху алейхи ва салям, советовался со своими сподвижниками, первым, кто говорил, был Абу Бакр и члены Ашуры. Иногда высказывались другие, а иногда говорил только он. И пророк, саля Аллаху алейхи ва салям, действовал согласно одному только его мнению. А если кто-либо противоречил его мнению, то пророк следовал мнению Абу Бакра «да будет доволен им Аллах», оставив мнение противоречащих ему. Исходя из знаний Ас-Сыддыка, пророк, мир им и благословение Аллаха, назначил его амиром над первыми паломниками, которые вышли в хадж из города пророка, саля Аллаху алейхи ва салям. И ни для кого не секрет, что знания обрядов хаджа относятся к самым тонким вопросам из всех видов поклонения. И если бы не широта знаний Ас-Сыддыка, пророк, саля Аллаху алейхи ва салям, не назначил бы его. Он возвестил, что после этого года язычникам будет запрещено совершать хадж и обход вокруг дома, каабы голыми. А вслед за Абу Бакром он послал Али ибн Абиталиба «да будет довольным Аллах». И Абу Бакр сказал Али «ты амир или подчиненный?» Али сказал «я подчиненный». Таким образом, пророк, саля Аллаху алейхи ва салям, назначил Абу Бакра Амиром над Али ибн Абиталибом. И Али был среди тех, кому посланник Аллаха повелел слушаться и повиноваться Абу Бакру «да будет доволен ими обоими Аллах». То же самое было и в намазе. Пророк назначил его своим наместникам в намазе, сказав «Велите Абу Бакру, пусть он руководит молитвой людей». Ибн Касир считал это доказательством того, что Ас-Сыддык превосходил других сподвижников в чтении и знании Корана. Потому что пророк, саля Аллаху алейхи ва салям, говорит, «Руководить людьми в групповой молитве должен тот, кто лучше других знает книгу Аллаха». Пророк, саля Аллаху алейхи ва салям, назначил его руководителем коллективной молитвой людей. И если бы Ас-Сыддык не обладал знаниями, пророк, саля Аллаху алейхи ва салям, не назначил бы его своим наместником в хадже или молитве. Также книга Заката, которую вменил в обязанность пророк, саля Аллаху алейхи ва салям, «Анас взял ее у Абу Бакра Ас-Сыддыка, да будь довольным Аллах». Это считается самым достоверным из того, что приводится насчет Заката. И на него опирались факихи, исламские правоведы, и другие в записи прежних законоположений по поводу Заката, которые впоследствии были отменены. Это указывает на то, что Ас-Сыддык лучше других знал отменяющую сунну, пришедшую и после. Ас-Сыддык выносил решение и фетвы в присутствии пророка, саля Аллаху алейхи ва салям, и пророк, мир ему и благословение Аллаха, утверждал его решение. И никто, кроме него, не удостаивался такого высокого положения, как в истории с трофеем, взятым с убитого Абу Катадой, да будь довольным Аллах, в Хунейне. Абу Бакр вынес фетву в присутствии пророка, мир ему и благословение Аллаха, а посланник Аллаха, саля Аллаху алейхи ва салям, сказал, он прав. Также пророк, саля Аллаху алейхи ва салям, избрал его для записи откровения, вдобавок к Умару, Усману, Али, Зайду ибн Сабиту, Амиру ибн Фухайра, Абдуллаху ибн Аркаму, Убайю ибн Ка'бу, Сабиту ибн Кайсу, Халиду ибн Саиду аль-Ас, Ханзале ибн Рабиа аль-Асади, Муавия, Шурахбил ибн Хасана, да будь доволен ими всеми Аллах. Абдуллах сказал в книге «Ат-Тахзиб», Абу Бакр был в числе знающих весь Коран наизусть. Ас-Сыддык, да будь доволен им Аллах, считал, что сновидение – истина, и хорошо разбирался в толковании снов. Ас-Сыддык, да будь доволен им Аллах, говорил утром «Кто видел благой сон, то пусть расскажет его нам». Он говорил «Сон мусульманина, совершающего полное омовение, более любима для меня, чем то-то и то-то». Ас-Сыддык, да будь доволен им Аллах, лучше всех в уме, после пророка, саллиллаху алейхи вассалям, умел толковать сны. И снов, которые растолковал Ас-Сыддык, да будь доволен им Аллах, был сон его дочери Аиши, да будь доволен ею Всевышний Аллах. Она сказала «Я видела, как будто три месяца упали в мою комнату». Я спросил Абу-Бакр, да будь доволен им Аллах, и он сказал «О Аиша, если твой сон будет правдивым, в твоей комнате будут погребены трое лучших людей на земле». А когда умер посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и был захоронен, Абу-Бакр сказал мне «О Аиша, это самый лучший из тех твоих месяцев, и он один из них». Его достоинство в знаниях и опережение им других проявилось после смерти посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Так как поистине, какие бы разногласия не появлялись в Умме во время его правления, Ас-Сыддык детально разъяснял их. Он обладал знанием и разъяснял людям. Обладал доводами, разъясняя их сподвижником из книги Аллаха и Сунны. И все это благодаря совершенным знаниям Ас-Сыддыка, его справедливости и знания им доводов, которые устраняют споры. Когда он повелевал им что-либо, они подчинялись ему. Как в случае, когда он разъяснял им, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, умер. Этим он утвердил их на вере. Затем он разъяснил им место его захоронения и распределение его наследства. Разъяснил им, что необходимо воевать против тех, кто отказался выплачивать закат, в то время как Умар сомневался в правильности этого. Разъяснил им, что правление мусульманами должно оставаться среди курайшитов, а также подготовил армию Усамы. Разъяснил им, что раб, которому Аллах предоставил право выбора между миром этим и последней жизнью, это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поистине, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, видел про Абу Бакра сон, который указывал на знания ас-сиддык, когда будет довольным Аллах. Так передают со слов Абдуллаха ибн Умара, что он сказал. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Я видел во сне, что мне передали наполненный молоком кубок, я выпил из него, пока не наполнился им так сильно, что я почувствовал, как оно течет по жилам между кожей и плотью. От него остался остаток, и я передал его Абу Бакру». Люди спросили, «О посланник Аллаха, это знание, которое дал тебе Аллах, а когда ты полностью наполнился им, остался остаток, который ты передал Абу Бакру». На что посланник Аллаха сказал, «Вы правильно сказали». Несмотря на то, что Ас-Сыддык был одним из самых знающих сподвижников, он больше других избегал токаллюфа. Сообщается, что Ибрахим ан-Нагаи сказал, «Абу Бакр Ас-Сыддык прочитал слова Всевышнего, «Уафа кихатаму ва абба», и было спрошено, «А что такое абба?». Некоторые ответили, «Это то-то и то-то». И Абу Бакр, да будет довольным Аллах, сказал, «Это и есть токаллюф. Какое небо будет покрывать меня тенью, и какая земля будет меня носить, если я скажу о книге Аллаха то, чего не знаю». Достоверно приводится про Ибн Аббаса, что он выносил фетву на основе книги Аллаха, а если не находил в ней, то согласно тому, что приводится в сунне посланника. А если не находил и там, то выносил фетву, исходя из мнения Абу Бакра и Умара, предпочитая их мнение мнением других. Все мы знаем высокое положение Ибн Аббаса в знаниях и фикхе. Так, достоверно приводится, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху с мольбой за Ибн Аббаса со словами, «О Аллах, даруй ему понимание в религии и научи его толкованию Корана». До нас не дошло, что Ас-Сыддык, да будет довольным Аллах, придерживался мнения, которое противоречило бы явному тексту из книги Аллаха или Сунны. Это указывает на предельное умение и знание. Ибн Таймия даже сказал, в общем, за Абу Бакром неизвестен какой-либо шариатский вопрос, в котором он ошибся, в то время как за другими известны многие вопросы. Хафиз ан-Навави сказал, посредством Ас-Сыддыха от посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям, было передано 142 хадиса. Аль-Бухари и Муслим оба привели из них в своих сборниках 6 хадисов. Аль-Бухари отдельно от Муслима привел из них 11 хадисов, а Муслим – один хадис. Причина того, что Ас-Сыддых передал малое количество хадисов, несмотря на то, что он был в числе ранних сподвижников и постоянно находился вместе с пророком саллиллаху алейхи вассалям, кроется в том, что Ас-Сыддых умер до того, как хадисы начали распространяться среди людей. И табиин и последователи сподвижников начали уделять хадисам должное внимание в виде слушания, заучивания и записи. Ас-Сыддых Несмотря на эту высокую степень знаний Ас-Сыддыха, он был предельно скромным. И когда Ас-Сыддых слышал кого-либо, кто его хвалит, он говорил, «О Аллах, ты знаешь меня лучше, чем я самого себя, а я знаю себя лучше, чем они, так сделай же меня лучше, чем они думают, и прости мне то, что они не знают про меня, и не наказывай меня за то, что они говорят». О, братья, это некоторые моменты, касающиеся степени знания Ас-Сыддыха, которые мы затронули вкратце. И мы увидим последствия этих обширных познаний Ас-Сыддыха после смерти пророка, саляллаху алейхи вассалям. А также, как он сумел сделать то, что не сделали другие, по милости Аллаха и его поддержке, а затем благодаря своей глубокой вере, своим твердым знаниям и тому, что он был учеником пророка, саляллаху алейхи вассалям. Ас-Сыддых был наилучшим рядовым, пройдя этот путь, сопровождая своего великого предводителя, мир ему и благословение Аллаха. А когда Ас-Сыддых стал халифом этой уммы, он смог повести корабль Ислама к безопасному берегу, Несмотря на сильные штормы, огромные волны и темные смуты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok